Здравствуйте, спасибо большое, что подключились и пришли. Меня зовут Саша Казанцева, я любитель секс-просветительница, я веду телеграм-канал «Помыла руки», я соосновательниц Кверзина «Открытые», и я ужасно благодарна вообще, что меня позвали на Киев Прайд, я просто очень давно мечтала, и как-то мы долго что-то собирались, потом не собирались, потом снова собирались, и я так рада, что я здесь, наконец-то, хотя бы в онлайн-формате. Спасибо вам огромное, что у меня есть возможность здесь быть и рассказывать. Лекция, как я уже сказала, называется «Говори про секс, как рефлексия сексуально смеет общество», будем говорить о сексе и об общественных изменениях. В общем, штучка такая, формально я занимаюсь секс-просветом, я пишу про секс-практики, про секс-здоровье, про всякие сексуальные особенности, я стараюсь освещать всякие темы, которые мало освещены, про квир-секс, про разный ЛБТ-шный секс. Вот, в общем, формально это называется секс-просвет, но на самом деле я думаю, что я взламываю систему, и вот сегодня я буду про это говорить, про взлом системы. И вообще, как мы можем все взламывать систему, или уже это делаем, возможно, когда мы о сексе говорим. Итак, первый слайд. У меня есть мечта, такая, короче, мечта. Я очень хочу посмотреть, как будет выглядеть мир, в котором живут такие свободные люди, которые свободно принимают решения. Вообще, мне очень нравится слово «свобода», оно дофига абстрактное, просто пиздец, какое абстрактное, но сейчас я его буду расшифровывать, чтобы дать больше конкретики. А, не сказала важную вещь, рисунки, которые использованы в этой лекции, это очень классная йоркская художница Моника Гарвуд, которая любезно разрешила в этой лекции использовать свои рисуночки, я ей ужасно благодарна. В конце будет ссылка на ее инстаграм, в знак благодарности и большой признательности. Просто я была подписана на ее вынтен, я ее рандомно написала и сказала, вот, мне нравятся ваши рисуночки так сильно, можно ли их использовать в квир-секс-просветных лекциях активистских. Она сказала, да, конечно, берите, используйте. Вот, такая приятность. Итак, про то, что такое свободное общество и свободные люди в нем. Расшифровываем очень абстрактно, очень непоятную штуку. Когда я говорю про свободу и про свободное общество, для меня это просто возможность делать свободный выбор, потому что, когда я говорю об обществе, что такое общество для меня? Общество для меня это, в принципе, совокупность тех действий, которые люди вокруг меня совершают, которые являются следствием выборов, которые они делают, потому что совершают осознанные действия. То есть, как я себя ощущаю в том, что я называю обществом, очень сильно зависит от того, что делают люди вокруг меня, как они поступают, как они себя ведут, какие решения они принимают. И вот мне хочется, чтобы эти поступки и эти решения были мотивированы свободным выбором. Продолжаем расшифровывать. Что такое свободный выбор? Свободный выбор для меня это такая штука, которая может работать только в условиях осознанности, потому что, ну, можно говорить о свободном выборе вне осознанки, но это как будто бы не совсем то, к чему хотелось бы стремиться. Когда я могу в осознаваху, когда я могу в рефлексию, когда я могу в критическое мышление, когда я понимаю, что есть проекции, которые я навешиваю на других людей, потому что у всех у нас они есть, и мне нужно делать какую-то работу, чтобы снимать эти проекции. Когда я также понимаю, что есть проекции, которые я не могу подснять самостоятельно тоже, потому что у всех у нас они есть, и мне тогда, возможно, нужна помощь и диалог с другими людьми и обратная связь от других людей. Когда также я понимаю, что моя информированность о мире ограничена, и мои знания в том числе об ошиблых критического мышления, и того, как они могут работать лично у меня, тоже ограничены, и тоже мне нужно быть в диалоге и, возможно, обращаться к помощи других людей, тогда, учитывая все это, я могу рассчитывать на то, что мои выборы будут более осознанными. Я могу рассчитывать на то, что моя осознаванка – это что-то, на что я могу опереться, принимая решение, принимая решение и отвечая на такой очень важный во многих сферах жизни вопрос, что я хочу. Что я хочу – это вопрос, с которого, в принципе, ну и секс-просвет начинается, потому что секс-просвет очень во многом про… порефлексируйте свои желания, поймите, чего вы хотите, поймите, чего вы не хотите. Но в то же время это такой вопрос, отвечать на который нам приходится в очень разных сферах жизни. И вообще те циклы, те циклы вопросов, которые мы задаем, рефлексируя нашу сексуальность, и те циклы вопросов, которые мы, через которые мы проходим в других сферах жизни, они очень похожи. Сейчас мы поговорим об этих циклах, и я сейчас щелкну слайд, поговорим об этих циклах, и я сразу предлагаю, я буду рассказывать про секс, но можно кидать мостики в другие сферы жизни и представлять, как это можно по аналогии работать не только в сексе, например, в сфере карьеры, в сфере отношений с какими-нибудь родственниками, друзьями, в сфере того, как я устраиваю свой быт, например. Всякое такое. И еще я буду время-тременно смотреть в желтые листочки, которые у меня тут лежат, чтобы убеждаться, что я ничего не забыла. Пам-пам-пам, ну пока вроде ничего не забыла. Итак, ответ на вопрос, что я хочу и не хочу, который можно тренкать, изучая секс-просвет, изучая свою сексуальность, выясняя, как устроены наши особенности, что мне кажется очень интересным. Как я уже сказала, тренироваться, отвечать на вопрос, что я хочу, важно во многих сферах жизни, в очень разных. Но в чем особенность сексуальной сферы? В том, что если, например, в сфере деятельности я задумываюсь, я выбираю, что я хочу, куда я хочу двигаться в жизни, чем я хочу в жизни заниматься, устраивать меня то, чем я занимаюсь сейчас, или в сфере отношений с другими людьми, не сексуальных, а просто отношений с коллегами, друзьями, родственниками, я тоже думаю, ну устраивают ли меня эти отношения, окей ли мне с ними, возможно, что-то нужно поменять. В общем, все эти вопросы я тоже задаюсь, но в большинстве своих жизней мне приходится так или иначе идти на компромиссы и делать иногда то, что я, возможно, не совсем хочу. Например, в сфере работы я думаю, что все мы и так и иначе оказывались в ситуации, когда мы делаем то, что мы не очень хотим, потому что это денюжка, или потому что сейчас вот я это сделаю, это мне даст какой-то, в общем, задел на будущее, и я смогу заняться чем-то более приятным. Или в отношении с какими-то людьми мне нужно пойти на компромисс, потому что, ну, потому что вот надо, потому что вот потерпеть надо иногда. То секс – это такая сфера, которая вообще не про то, чтобы потерпеть. То есть в сексе это, в принципе, не имеет смысла. Секс – это про то, чтобы найти, что приятно мне, найти то, что приятно человеку или людям, с которыми я вот в сексуальной ситуации оказываюсь, и делать то, что находится в зоне пересечения наших желаний. То есть не имеет смысла в сексе терпеть, делать то, что я не хочу, а имеет смысл напрямую разбираться, вот что я хочу, и двигаться только за своим желанием в той мере, в которой оно совпадает с желанием другого человека. И постоянно вот это искать. Поэтому сфера сексуальности – это, мне кажется, офигенный совершенно полигон, чтобы тренировать, тренировать вот это отвечание на вопрос «что я хочу?», потому что не нужно отвлекаться на дополнительные вопросы «хочу, но надо», «хочу, но, как бы, к сожалению, не сейчас». Ну, в смысле, придется поделать что-то менее приятное, потому что если мы не нашли того, что мы можем сделать вместе, что нам приятно, мы просто не взаимодействуем сексуально по плече или расходимся. Вот такая история. И еще, что интересно при отвечании на вопрос «что я хочу в сексуальной сфере?», то, что это очень творческий процесс. Потому что вообще, когда мы делаем какой-то выбор, очень сложно выйти из парадигмы «я делаю выбор между тем, что стоит на полке супермаркета», «я делаю выбор между пепсиколой и кока-колой», «вот он свободный выбор», «ура». Но на самом деле вкусов напитков, условно говоря, и сочетание ингредиентов, сочетание вкусов, их бесконечное количество. И сексуальных практик, их бесконечное количество гораздо больше, чем то, что нам часто подают как в сексуальной практике. Вот есть там секс вагинальный, анальный, оральный. Ну, пожалуй, все, ребята, выбирайте. На самом деле способов реализовывать свою сексуальность, испытывать то, что мы переживаем и обозначаем для себя как собственное сексуальное удовольствие, их очень много. Здорово, когда есть представления, например, о пяти-шести сексуальных практиках. Но на самом деле их бесконечное количество. И подбирать и находить свое, это как смешивать цвета, такой бесконечный процесс, поиск своего оттеночка, поиск какого-то цвета, который приятен именно сейчас, который сейчас нравится. И ища и тренируя это в сексуальной сфере, находя подходящую сексуальную практику, подходящую позу, подходящую, не знаю, обстановку, подходящее сочетание еще каких-то вводных, например, там, включить музыку или чтобы со мной при этом разговаривали, и чтобы, не знаю, ром палочками пахло. Вот это так. И при этом все наши потребности и желания, и ограничения, они еще все время могут меняться изо дня в день, иногда от периода к периоду, а иногда прям вообще очень часто. За всем этим следить и улавливать, научиться этому, это круто, потому что тем же самым потом можно заниматься в своей потедневной жизни. Поскольку наш мозг – это целостная структура, если мы осваиваем какой-то навык, навык прислушиваться к нашим желаниям или, наоборот, к нашим ограничениям, прислушиваться к своим хочу или к своим не хочу, сначала это может пытаться сложновато, типа, блин, это же миллион вообще возможностей, как выбирать. Но по мере того, как мы практикуемся, нарабатываем, набиваем руку, это становится все проще и проще и проще. Да, и поскольку мозг – целостная штука, как я уже сказала, если мы это натреникали в сексуальной сфере, мы можем носить это потом в любые другие сферы, в сферы отношений с людьми, в отношения с нашими какими-то деятельностными штуками, в сферу отношений с реальностью и прочее, и прочее. Вот. И после того, как мы разобрались, что же мы такое хотим, удивительное, ни на что не похожее, только наше, а, возможно, совпадающее, совпадающее с каким-то мейнстрименным представлением о том, что такое секс, или, ну, иногда хочется просто тупо колы. Мы окей. Нам нужно это внутри себя принять. И, конечно, чем больше наши особенности отличаются от того, как в нашей культуре принято считать, как надо, тем, возможно, нам сложнее будет это принимать. Ну, это факт, это правда. Например, я привожу сюда пример с пенисово-вагинальным сексом. Есть такое москультурное представление, носителями которого мы все, к сожалению, являемся просто потому, что мы в этой культуре выросли, и оно в нас очень глубоко интегрировано, про то, что секс, что такое секс, большинство людей, ну, если мы, например, выйдем на улицу и начнем опрашивать людей об их первых ассоциациях, конечно, не факт, что они все будут готовы разговаривать, но у большинства людей будет картинка пенисово-вагинального секса. Просто потому, что этот образ, он такой тотальный. Пенис погиба. Ставили одно в другое. При этом, конечно, есть очень много всяких вариантов секса. Есть непроникающий секс, есть секс, который не увеличен, гениталии вообще никакие. Это тоже все сексуальные активности, и для каких-то людей они могут быть основными. Например, для меня было в свое время, ну, очень важно, очень важно признать, что то, что я не использую вагину секса, мой первый проникающий вагинальный контакт в меня произошел, когда мне было там уже под тридцом. Для меня это было, ну, каким-то таким опытом, не то что опытом, а сознаваяхой такой провалидацию собственного опыта, что мой секс – это секс, хотя в нем, как бы, моя вагина не участвует. Иногда чужая вагина тоже не участвует, а участвуют какие-то наши другие части тела, или участвуют наши разговоры, но это тоже секс. Вот, и осознать внутри себя это, валидировать, принять, что, возможно, наши секс-практики стигматизированы, возможно, нас, не знаю, нас приучили считать, что анальная пенетрация – это плохо, потому что в попе Кати, я очень люблю анальную пенетрацию, если что, в свой адрес. И нам вот это вот все нужно внутри себя проработать, пройти, возможно, через какие-то внутренние табу. Этот процесс прохождения, его приходится делать не только в сексуальной сфере, процесс прохождения, принятия каких-то своих особенностей, своего отличия от того, как нас, возможно, приучили думать, что так надо. Научившись это проходить в сексуальной сфере, мы можем это проходить в другие сферы жизни тоже, потому что о том, как надо, ну, всякие истории про то, как надо, это нам транслируется много где. Итак, после того, как я проделала внутри себя вот эту работу, приняла, что окей, мои особенности, они такие, они, может быть, ну, не так, как в шкале рассказывали, как надо, не так, как мама рассказывала, как надо, не так даже, как все хорошие, мои очень сильно любимые друзья считают, что надо, вот, но все равно они другие, и они валидны, они окей, мне нужно об этом сказать другому человеку. И это сложно, потому что, потому что иногда это бывает стыдно и стеснительно. Не знаю, как вы, я большая стесняха, вообще мне сложно рассказывать, когда мне кажется, что что-то это такое, какое-то позорное. Ну, короче, знаете, вот просто рассказывать о вещах, которые как-то присутствуют в мейнстримном дискурсе, например, легко сказать, что мне нравятся ласки сосков. Мне, кстати, не нравится. Но если бы нравились, я думаю, что мне было бы легко об этом говорить, потому что есть такое представление, что если твое тело маркировано, мейстримным дискурсом, как женское, и у тебя там есть что-то типа груди, и у них есть что-то типа сосков, то ласки сосков могут нравиться, это можно. И говорить об этом несложно. говорить о том, что, не знаю, ну, например, говорить про то, что у тебя есть вагина, но ты не практикуешь вагинальный секс, об этом говорить сложнее, потому что это вне мейстримного дискурса. И когда мы учимся это формулировать, проходим через процесс вот этого осознавания стыда, принятия этого стыда, готовности сказать другому человеку, слушай, мне неловко и стыдно об этом, может быть, говорить. Но, короче, такая история. Сейчас я тебе расскажу, как ты к этому относишься. Научившись это говорить в сфере секса, также мы можем носить это в другие сферы нашей жизни. Кстати, еще вещи, которые мешают нам говорить. В языках разных. Я не про все языки мира, правда, знаю. Я знаю в основном про русский английский, но я думаю, что очень во многих языках западной культуры это так. Очень мало слов для описания сексуальных процессов. Этот язык, он развивается все время. И, например, я до того, как стала работать со всякими англоязычными сексообразовательными проектами, я думала в английском попроще. Но оказалось, что они тоже там все жалуются на то, что нифига нету слов, чтобы что-то нормально объяснить. Немножко попроще с терминами, описывающими телесность, типа название гениталии, потому что это как будто бы сфера медицины, сфера анатомии. А медицина и анатомия такие как будто легальные. Зоны жизни человеческой, поэтому там какой-то развитие терминологии идет. Но описание секс-практика, описание секс-действия, описание чего-то, какое мы испытываем удовольствие во время секса, такое, сякое, в цветочек, в крапинку, вот очень сильно не хватает слов. И об эту нехватку терминологическую мы бьемся. И даже если мы находим какие-то слова, сложность еще в том, что у нас нет практики и нет наслышанности в использовании этих слов. Потому что, например, очень просто разговаривать нам всем про походы в магазин, потому что это какой-то такой дискурс, который мы слышим вокруг себя в детстве. Люди обсуждают, как они сходили в магазин, что они там купили. Купила, сходила в магазин, купила йогурт, там клубничный в прошлый раз брала банану, он не понравился, а клубничный фипанцы был, ну, короче, нормальный, абсолютно такой трек, бытовой. И нам очень просто разговаривать о походах в магазин, мы легко подбираем слова, мы вообще не рефлексируем, какие языковые конструкции мы используем. Потому что, когда мы говорим про секс, я думаю, что многие с этим сталкивались, я с этим сталкиваюсь в своей жизни. Когда я думаю, блин, вот я сейчас это скажу, это будет вообще нормально звучать? А непонятно, что такое нормально, потому что нет наслышанности, нет представления о том, что типа об этом чаще говорят в такой фразе, но реже говорят в такой фразе, потому что это не разговоры о походах в магазин. Их люди очень редко вокруг нас ведут, и у нас нет в детстве привычки, что это что-то такое, ну, очень легкое, поговорили и разошлись. Зато есть в детстве вот это представление, что, ну, секс – это какое-то такое стыдноватое. Поэтому тоже говорить сложнее. А после того, как я сказала, когда я все это принесла, донесла, сформулировала, мне надо встретить реакцию другого человека. Она может быть разной. Это может быть принимающая реакция, а может быть отвергающая реакция. И это может быть реакция согласия, когда я говорю, вот мне нравится так, давай делать так. А мне говорят, а мне не нравится так, мне вообще что-то не алёк, давай что-то другое. А я думаю, блин, я же это формулировала, несла, вот там слова подбирала. А мне говорят, так, проехали в следующий слайд. Я такая, а что? Вот этот навык принять чужой отказ, чужое несогласие, чужую неготовность включиться во что-то, что для меня как-то трепетно и интересно. Это тоже интересный навык. Умение принять чужое нет. И спокойно, не пораниться про это, потому что вообще это круто, когда люди могут отказывать, круто, когда люди могут говорить нет, круто, когда люди осознают свои границы, потому что осознавать границы сложнее, чем их не осознавать, потому что не очень-то нас приучают с детства рефлексировать, тем более в сексуальной сфере, которая очень замолчена, вообще-то не очень приучают про секс думать. И когда человек говорит, что чего-то не хочет, это вообще большая ценность. Это значит, что, скорее всего, я, человек может понять, когда хочет и не хочет, значит, снижается доля вероятности, что я когда-то нарушу границы этого человека, сделав что-то, что человеку неприятно, потому что человек согласился или согласился на автомате. И это еще про то, что я могу тоже отказывать человеку, и человек, скорее всего, нормально это примет, потому что у человека есть своя культура отказа, и, возможно, человек с большей стороны примет мою культуру отказа. Это классно, но это бывает больно, когда человек говорит нет. Вот, и научиться внутри себя это нет тоже принимать, Это здорово. Про разные сферы жизни. И дальше, когда я проделала вот эту длинную-длинную, прошла цепочку вот этого осознавания, рефлексии, что я хочу, что я не хочу, поиска слов, подбора формулировки, преодоление стыда и стеснения в том, чтобы принести вот это другому человеку, прошла принятие чужой реакции, какое-то свое фидбэчение на эту реакцию. Дальше человек говорит что-то про себя. То есть это старт диалога. Это только самый старт диалога. И дальше идет диалог длинный-длинный-длинный. И я понимаю, что человек внутри себя тоже вот это все проходит. И это удивительно. Удивительный вообще феномен, когда мы учимся вместе говорить о том, о чем говорить. мы не привыкли, стыдно, слов нет. Все сопротивляется этому, но мы говорим, мы движемся к самим себе и друг к другу. Вот это, мне кажется, просто охуенно. И еще, в принципе, когда два разных человека с разными телами, с разными, наверное, желаниями, с разными ограничениями, с разными, возможно, в чем-то культурными кодами, ищут способ найти, 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 как сделать так, чтобы всем им, вот участвующим в этом диалоге или полиологии было хорошо, мне кажется, в этом вообще гигантский революционный потенциал, когда разные люди ищут, как сделать так, чтобы им, разным людям, друг с другом было хорошо. Вот это, мне кажется, очень сильно про социальные изменения, научиться такие диалоги выстраивать. И сфера секса, она очень к этому располагает. Уже сфера секса, она сама по себе про то, чтобы, про то, чтобы сделать хорошо всем, кто вот в одном сексуальном пространстве оказались. Или иногда признать, что вот нет такого способа, и уважительно друг другу разойтись. Это тоже способ. А знаете, что я сейчас скажу? У меня тут немножко мои челюсти отклеиваются, поэтому я еще подклею челюсти. Минутка бодипозитива на нашем канале. И продолжу. Вот. Я напомню тем, кто подключились позже, что можно задавать вопросы, но отвечать я буду в конце. Зубы подклеены. Остатки клея вычерла в стол. Ау. Не вываливайтесь, пожалуйста. А то мне будет стыдновато. Продолжаем. Итак, какой же следующий слайд? Я, кажется, немножко забыла, но я догадываюсь. А, вот. Резюмировать. В общем, что круто прокачивает секс-просвет? Секс-просвет – это не только про то, как заботиться о самосексуальном здоровье и каким секс-практикам можно научиться, как можно пальцем в узелок завязывать. Это способ прокачать осознавалку и рефлексию. То есть, в общем, то, зачем мы еще на психотерапию уходим. Психотерапия – хорошая штука очень. И тоже помогает какому-то своему продвижению в сфере осознания своей сексуальности. Прокачать коммуникацию. Коммуникация – это то, что умение слышать себя, это умение слышать другого человека, умение договариваться. Уметь круто коммуницировать очень помогает в любой сфере жизни. И научиться принимать разнообразие. Научиться признавать свои особенности, которые, возможно, очень сильно особенности. Очень сильно не похожи на то, как мы привыкли думать, что так надо. И принимать чужие особенности, которые тоже могут казаться такие – «Ого, что так бывает? Это нормально?» Есть такая тема, что в откровенных сексовых разговорах такого вообще можно наслушаться. На самом деле ничего такого в этом нет. Ничего такого в этом нет. Просто люди рассказывают о себе. Что есть? Есть очень большое отсутствие репрезентации разных сексуальных особенностей. Есть очень большая нехватка насмотренности на разные сексуальные конституции, потребности, желания, триггеры сексуального возбуждения и так далее. Просто об этом во всем очень мало говорят. Поэтому, когда мы встречаем наших сексуальных партнерок и партнеров, и от них что-то слушаем про то, как им нравится заниматься сексом, допустим, это там сколько-то десятков людей за жизнь, ну, в среднем в больнице. И нам может показаться, что это какие-то такие очень исключительные случаи. На самом деле просто нет какого-то такого глобального представления о том, как великое человеческое разнообразие с одной стороны, а с другой стороны, как распространены, насколько распространены некоторые особенности, которые могут показаться очень странными. Это, знаете, примерно как на психотерапии тоже можно такого наслушаться, например, на групповой. Такого прямо. На самом деле ничего особенного тоже в этом нет. Люди рассказывают очень похожие вещи про себя. Но при этом этих похожих вещей разные люди часто одинаково студятся, хотя их особенности могут быть очень распространены. Как раз из-за этой нехватки репрезентации. Кстати, еще положительный момент. Когда мы разговариваем друг с другом о сексе, мы повышаем репрезентацию каких-то наших сексуальных особенностей. Если мы, например, ну, например, как вариант, как пример, если я у своей девушки первая партнерка, которая не использует вагинальную пенетрацию в свою сторону, хотя я знаю, что очень многие люди с вагинами не используют вагинальную пенетрацию в свою сторону, но просто, ну, у всех бывает, когда люди встречаются с такой особенностей в первый раз, то в следующий раз человек уже не удивится, когда с таким столкнется, или удивится меньше. И это классно. Чем еще хороша сфера, да, чем еще хороша сфера сексуальности? Потому что, в принципе, учиться коммуникации, рефлексии, и даже изучением, наверное, разных любопытных кейсов можно, например, на тренинги по коммуникации ходить. Если мы говорим о том, что эти все вещи, их можно переносить в другие сферы жизни тоже, потому что в других, в общественных сферах жизни нам тоже очень важно рефлексировать, вести личные коммуникационные какие-то процессы, принимать чужое разнообразие, принимать разнообразие чужих запросов. Почему прикольно, может быть прикольно, не то, чтобы прям потально всем надо, но, может быть, прикольно учиться этому в сфере секса, потому что секс привлекает внимание. Это очень интересная штука. Когда что-то является триггером нашего внимания, мы это лучше запоминаем. И наш мозг реагирует на это более активно. Если в статье написано слово «секс», все на него будут кликать. Ну, это такое, многие редакторы это знают. И вообще, да, если где-то написать «секс», для людей это является очень часто триггером внимания, триггером привлечения внимания. Люди включаются и реагируют. И поэтому есть шанс, что способы ведения коммуникации, способы рефлексии, способы понимания вообще, как работает человеческое разнообразие, которые освоены в сфере секса, они лучше запомнятся. Просто потому что секс такая триггерная для внимания штука, и он может помочь это запомнить. Можно учиться всему этому в других сферах, и всем подходит разное. Но вот такой вот бонус у сферы сексуального, который есть. Итак, поведение того, что секс привлекает внимание, еще такой парадоксальный момент. Он привлекает внимание, и он очень табуирован. Тема секса очень привлекательная, очень табуированная. И это прямо такие очень сцепленные истории. Благодаря тому, что это очень интересно и запрещено, это еще интереснее. И табуированность – это очень грустная история, с одной стороны. С другой стороны, раз мы сейчас оказались в такой исторической культурной ситуации, когда очень естественная штука секса, очень естественная штука сексуалисти, очень естественная штука телесности, они табуированы, можно подумать о том, какой ресурс можно из этого извлечь. Ой, мамочки, я, извините, подавлюсь руками в наушники иногда. Да, мы хотим, чтобы это поменялось. Да, мы хотим, чтобы не было вот этой табуизации секса, не было табуизации телесности, чтобы люди спокойно относились к чужой телесности, к своей телесности, спокойно относились к чужой сексуальности, к своей сексуальности. Но вот в текущей исторической точке так. Какой ресурс мы можем из этого извлечь? это, во-первых, ресурс стригерности внимания, потому что даже если люди читают, кстати, например про сексуальность, или слушают что-то про сексуальность узнают что-то про сексуальность, про чужую и думают, господи, стыд и срам какой, скреп на вас нет у них все равно в голове накапливается, у них в голове накапливается новая информация постепенно постепенно, и хоп через 10 лет они такие уже ну нормально, ну как бы уже там везде это на каждом углу нормально, вот а еще интересно, это связано с тем уязвимости, что когда мы говорим про секс, мы оказываемся уязвимыми друг перед другом как раз из-за этой застыженности и табуированности темы секса когда мы говорим про походы в магазин мы не чувствуем себя уязвимо, ну потому что все говорят про походы в магазин, нормальная тема нормальная, и все люди говорят про походы в магазин, все окей когда мы говорим про секс, мы можем себе сказать, я нормальный человек, я говорю про секс все в порядке, но внутри вот эта глубоко интроиденцированная установочка, которая во многих из нас положена в нашей культуре, про то, что секс это немножко что-то такое, немножко кринж. Она где-то там может зудеть. И поэтому, когда мы рассказываем о своих сексуальных особенностях, о своих телесных особенностях другим людям, мы можем чувствовать себя уязвимо очень часто. И другие люди, когда рассказывают нам о своих сексуальных особенностях, они тоже могут чувствовать себя уязвимо. Это грустно, но и у этого, и из этого можно извлечь ресурс, и у этого есть революционный потенциал. Потому что, когда люди говорят об уязвимом друг с другом, они становятся ближе. Когда мы говорим друг с другом о походах в магазин, мы не становимся ближе. Разговоры о походах в магазин, как правило, не делают нас ближе, особенно потому что мы поговорили и разошлись. Мы с кем угодно можем поговорить о походах в магазин. Это несложно. Это неуязвимая тема. Нам не нужно проделать всю эту гигантскую внутреннюю работу и переживать, что нас неправильно поймут, и работать с собственным студом. Мы просто поговорили и разошлись с кем угодно. Когда мы говорим с кем-то про сексуальность, про уязвимость, мы становимся ближе. И поскольку сексуальность не единственная табуированная тема в обществе, я хочу сказать, что это по многим табуированным темам относится. Когда мы говорим друг с другом на табуированные темы, мы можем почувствовать себя намного ближе с людьми или с человеком, с которыми говорим, чем когда мы говорим на какие-то общепринятые, совершенно легитимные с формальной точки зрения темы. И это круто, потому что, когда люди становятся ближе друг к другу, когда люди как-то объединяются, когда люди, когда у людей появляется какой-то душевный контекст, мне кажется, это всегда хорошо для общества, для самоощущения в этом обществе. Когда люди более открыты другу в обществе, когда люди настроены на большую откровенность, то мы можем почувствовать себя более безопасно в таком обществе. Вот что. И про табуированное еще скажу. Сексуальность – это пример табуированной темы. Изучение сексуальности, разговоры о сексуальности нам позволяют наработать универсальные механизмы разговора о самых разных табуированных темах – социальных, политических, которые во многих обществах так или иначе присутствуют. Есть понятие табу. Оно будет разниться от культуры к культуре, но во многих обществах они так или иначе есть. Что дает разговор о табуированной теме? О теме сексуальности или любой другой табуированной теме в обществе? Во-первых, интересно, как табуированное отражается в нашем бессознательном. Может быть, вы знаете такую психологическую шляпу? Она достаточно известная. Когда у человека есть, например, какой-то внутренний табу. Сейчас приходят к психотерапевке. И дальше они начинают, что это какой-то внутренний запрет, это какое-то внутреннее напряжение, сжатие, прорабатывать. Порабатывать, прорабатывать. И человек что-то проработали. И хоп! Больше сил появилось. Как будто какой-то такой зажив внутри освободился, освободилось. Как психотерапевты говорят, психическая энергия. Психическая энергия свободная освободилась. Можно на что-то другое потратить. Можно, не знаю, начать что-то полезное делать. Что-то хорошее можно делать, потому что вот эта вся энергия, вот эти силы, которые уходили на вот это сдерживание, подавление там чего-то внутри, они вдруг высвободились, потому что вот этот зажим внутренний, психический, он раскрылся. И вот мне интересно, если такое освобождение вот этого табу, этого зажима психологического происходит не в масштабах, не просто в масштабах личности, а в масштабах общества, потому что вокруг темы секса очень много напряжения, как мы уже сказали, она с одной стороны очень привлекательная, с другой стороны очень табуированная, просто, ну, такой комок всего, не говорите об этом, но как же интересно, когда об этом говорят. Очень много общественного напряжения там скоплено, вот если разжать это напряжение, если сказать, окей, секс, просто секс, прекрасно, займемся чем-то другим, отпустить это, принять, расслабить вот этот общественный зажим, сколько психической энергии освободится в общественном смысле. Я не знаю, как это будет выглядеть, но что-то, мне кажется, должно поменяться в обществе, которое тратило кучу вообще вот этой общественной психической энергии на сдерживание и подавление чего-то, например, сферы сексуального, и тут она хоп и перестала ее тратить, силы появились на что-то другое, что будет, может быть, пенсии станут повыше, может быть, еще что-то, неизвестно, но очень любопытно посмотреть, потому что очевидно, что силы общественные туда уходят, на то, чтобы стерживать, подавлять и запрещать. Так, что еще про табуирную тему? Как я уже сказала, что работа с разными табуирными темами, опыт взаимодействия с разными табуирными темами, он похож, поэтому я думаю, что, в принципе, нам как общество полезно иметь опыт работы с любыми табуирными темами, потому что, по аналогии, мы можем с последующими табу работать похожим образом, уже имея опыт проработки предыдущих табу, уже имея какой-то инструментарий, который может, Мы можем его немножко корректировать, но в целом мы уже знаем, что с табу работать можно. Есть такие-то инструменты. Вот мы работаем с табу вокруг сексуальности. Такие у нас еще в обществе есть табу. Давайте поработаем и с ними. В общем, навык работы с табуированными телами, он полезен и личности, и обществу. А, и про социальное и личное напряжение я, собственно, сказала. Вот. Неужели можно щелкнуть слайд? Давайте я быстро посмотрю свои слайды. Так. Магазин. Революционный потенциал. Так. Ну, вроде все. Хорошая сказала. Ничего не забыла. Следующий слайд. Знаете что? Это вы не поверите. Это последний слайд. Последний слайд. Как-то в онлайн эта лекция быстрее идет, чем в оффлайне, потому что в оффлайне, не знаю, почему, но там час. Сейчас у нас 45 минут. В общем, рефлексию, осознанность и навык хождения в собственной извимости. Люди смогут использовать другие сферы жизни. И вот это, мне кажется, очень круто. Мне хочется, мне очень интересно наблюдать, как люди разные, ну, внутри себя порабатывают эти штуки, штуки, я имею в виду, рефлексию осознанности, работа с табуированным. И, мне кажется, это то, что видно в микросообществах. Например, если мы смотрим на примере какого-то небольшого сообщества, может быть, локального квир-сообщества, что было, например, 10 лет назад, когда были, когда был другой инструментарий работы с, менее развитой, относительно сейчас, с, например, какими-нибудь острыми темами типа насилия, абьюза, например. Как этот инструментарий развился за последние 10 лет? Какое стало другое отношение? И сколько появилось новых способов взаимодействовать со сложными ситуациями? На примере микросообществ это немножко легче наблюдать, потому что это можно увидеть своими глазами. Но и на примере общества изменения происходят. И это, мне кажется, вообще чудеса. И сколько мы еще всего удивительного увидим, вот я думаю, в течение даже нашей жизни. Это вообще с ума сойти. Короче, очень любопытно. Очень любопытно. Не очень прикольно ходить в уязвимые темы, очень прикольно ходить в табуированные темы, раскрывать и смотреть, что происходит. Происходит разное. Кто-то говорит, о боже, как здорово, что вы об этом говорите. Кого-то очень сильно бомбит, и люди пишут, горите в аду. Но это нормально. Это всегда так происходит. Людей с книгопечатанными бомбил очень сильно тоже. Ну, ничего. Нормальные реакции. Вот. Такой процесс любопытный. Ну, что же. Самый последний слайд, на котором написано спасибо, спасибо большое. Вот. Идет персона, написанная Канал мой называется в телеграмме «Помыла руки». Я там пишу про всякий квир-секс-просвет. Есть мои статьи на всяких всяких вандерзинах и открытых и афишах. Вот. И классная художница Моника Гарвуд, которая дала погонять ее рисуночки для этой лекции, за что ей большое спасибо. Вот. Сейчас у нас будет с вами отвечание на вопросы. Я скажу сразу, что вопросы можно задавать разные. Можно задавать вопросы про сексуальность по теме лекций, но также можно задавать вопросы другие про секс, про сексуальность и про телесность. И если у вас еще какие-то есть вопросы рядом, вы их тоже, пожалуйста, задавайте, потому что у нас достаточно времени, и мы сможем классно поболтать. Первый вопрос. Что делать, если есть страх попробовать из-за незнания того, как это будет? Понравится или нет, как повлияет на будущее? Я не знаю, про что вы спрашиваете, давайте сначала отвечу абстрактно, а потом, может быть, вы немножко конкретизируете вопрос, и сможем более конкретно разобрать, если вам будет комфортно конкретизировать. Мне кажется, если мы говорим про секс, и я боюсь что-то пробовать, например, в сексе, мне кажется, тут важная история, что я в любой момент могу остановиться. Если я начну пробовать, в какой-то момент пойму, что мне не окей, я останавливаюсь. И если в сексе, ну, это быстро можно осудить, у нас просто есть, например, договоренность, что, слушай, я хочу попробовать такую штуку, мне кажется, что это может быть прикольно, но, честно, я не знаю, потому что я же, на самом деле, никогда этого не пробовала еще, то есть мне кажется, как будто прикольно, но, знаешь, иногда вот в голове прикольно, а на практике уже не прикольно. Давай, короче, потестим, но если мне будет не окей, я скажу. И если это про секс, то, как правило, очень быстро становится понятно, когда что-то не окей. Ну, либо непосредственно в моменте, когда я такая, ага, слушай, вот действительно, что-то не окей, давай пока нет, может быть, я еще подумаю, может быть, как-то по-другому, и мы вернемся к этому через недельку, а может быть, пока давай на паузу, давай займемся чем-то, чем-то, чем-то другим. Вот. А если, например, перенести в какую-то социальную сферу, если я пробую что-то, что я до этого никогда не пробовала, например, какой-то вид деятельности, и мне страшно, потому что я думаю, блин, я устроюсь на какую-то работу, а мне там не понравится, то там мне помогает такая штука дать себе какой-то период. Потому что если в сексе прям, ну, часто бывает быстро понятно, что что-то не подошло, то в какой-то деятельности я себе такая, окей, я трачу на это три недели, или там, трачу на это два месяца, и смотрю, если мне не станет, ну, и просто смотрю, какое у меня будет отношение к этому через два месяца. Возможно, она не станет супер восторженным, но я такая, пойму, что мне нужно сделать вот такие-то, такие-то, такие-то действия, назначить себе, например, новый срок через два месяца. Я такая, окей, вот это мне нравится, вот это мне не нравится, я себе даю еще два месяца и потестирую вот это, вот это, вот это. Если вот это не зайдет, я из этого выхожу, а если зайдет, то намечу себе там какой-то следующий план. А возможно, я уже там через неделю такая, нет, вообще не хочу этим никакой жизни заниматься, попробовала, спасибо, больше не надо. Вот. Такая история и про секс, и про социальное. Еще, мне кажется, тут важно сказать, что иногда бывает так, и в сексе, и не в сексе, когда в процессе вроде прикольно, а потом секс закончился, прошло пару дней, и я такая, блядь, вот это вообще был какой-то хреновый опыт, прям не хочу больше такого, во-первых, во-вторых, мне кажется, я там немножко прям травмировалась. И мне кажется, очень важно тоже прям проговаривать в отношениях, что такое с нами совсем бывает, когда нас всех догоняют что-то задним числом. Такой, ну, в общем, есть такая поговорка всем умным задним умом, когда какая-то идея или какое-то осознавание, какое-то чувство насильной ситуации приходит позже, после этой ситуации. Поговорка, существование поговорки говорит о том, что это очень расстроенная история и касается там и бывает со многими-многими людьми. И мне кажется, можно проговорить, что со всеми с нами так бывает и со мной так может произойти, с тобой так может произойти, давай честно говори друг другу, когда такое происходит. Если что-то произошло в сексе и в процессе было окей, а через неделю ты поняла, что тебе не окей, пожалуйста, говори. И давай я тоже буду честна с тобой и тоже тебе скажу, потому что, ну, мы сможем это проговорить, и я не буду ходить травмированной, глазом дергаться, а ты не будешь думать, что это у меня глаз дергается. И ты мне, наоборот, что-то скажешь, если тебе будет как-то некомфортно. Вот. Такие у меня есть мысли. А еще, еще последнее добавление к этому следующие вопросы. Если, например, я хочу что-то попробовать и у меня до поры до времени к этому сопротивления больше, чем готовность и пробовать, то, может быть, и не нужно себя пока, ну, как-то заставлять, заставлять, потому что, возможно, от того, что я не пробую, мне сейчас лучше, чем если я попробую. Ну, в общем, как-то себе прислушиваться и мониторить. Когда для этого подходящий момент? Возможно, подходящий момент для того, чтобы попробовать через год. Возможно, я себе положила это в голову, такая, ну, неплохая идея, но, наверное, я пока не готова. Позрею годик, может быть, там потом руки дойдут. Вот. Такие мысли. Я буду прям порядку отвечать, потому что тут не все про секс. Отвечу на вопрос, как вы работаете с негативом в блоге, какой, примерно, процент людей пишут негативно-агрессивные вещи. На самом деле, не очень большой, и, в общем, когда я пишу прям какую-то трушню, ну, когда пишу прям трушню такую, типа, горите в аду, я просто, ну, как бы, я просто удаляю, удаляю, иногда баню, если очень навязчивые люди. А когда пишут, вот я сейчас разместила пост про телесности в Инстаграме, и мне там уже написали, да, тело есть у всех, но не все показывают пизду. Ай-яй-яй. Я думаю, ну, это же такой правомерный тезис, не все показывают пизду. Что ты скажешь? Не все. В общем, все, что у меня было сказать, это я сказала в посте. Если человеку на чего-то это важно написать, я даже тереть не стала, оставила его, пусть там будет. Короче, честно, по-разному. Иногда я, конечно, сильно расстраиваюсь. Иногда я, когда мне кажется, что может выйти конструктивный диалог, я пишу, ну, вот смотрите, мне кажется, вот так вот и вот так вот. А вы что думаете? Потому что, мне кажется, на добрый тон люди очень часто, люди включаются на добрый тон, людям еще неловко бывает быть буками, когда с ними по-доброму разговаривают. Но бывают, конечно, упорнтые люди, которые очень хотят недобро разговаривать, и тогда, ну, что, ничего не поделать, можно просто их стирать. Вот, так я думаю. Но вообще, я очень верю в то, что многие люди, не все, бывают прям такие люди, которые просто хотят смерти тебе, и все, ничего тут не поделаешь, и тогда их только банить. Но я верю, что многие люди, они хорошие, прохорошие, просто вот, как-то не очень, может быть, тактично умеют свои мысли выражать. Ну, вот, можно как-то так управлять. Такие, короче, мысли у меня зависят очень сильно. Так. Если человек не идет на контакт, говорит, нет опыта и страшно, значит, что она не доверяет. Что делать в таких ситуациях? Говорит, что нет опыта и страшно в плане вообще поступать в сексуальное взаимодействие. Или какие-то конкретные практики. Вообще, в принципе, есть такая штука, что, ну, в принципе, согласен, на чем строится, что все, что не да, это не да. Человек не всегда может понять, почему именно чего-то не хочет. И мы, в общем, не должны заставлять, потому что то, чтобы иногда понять, почему именно я чего-то не хочу, нужно иметь там достаточно рефлексивную культуру, которую, в общем, редко где мы можем так вот запросто их задешево получить. Иногда нужно, иногда просто нас парализует какой-то такой страх, и тогда тоже точно очень сложно объяснить, аргументированно разложить, почему вот я не хочу эту секс-практику. И мне кажется, тут сложно сказать, что такое доверяют или не доверяют, потому что критерии доверия у всех свои. Доверие – такое достаточно абстрактное понятие. Как правило, люди сами определяют, что это для них доверие, что для них недоверие, и определяют это иногда очень по разным критериям. То есть, возможно, само понимание того, определяет этот человек свое отношение как доверие или как недоверие, ничего не даст. но что-то дать может ответ на вопрос, чего вообще человек хочет в контакте. Потому что, если человек, например, вообще не хочет сексуального контакта никакого, это одна история. А если человек хочет какого-то сексуального контакта, но не сейчас, это другая история. А если хочет, и может быть даже сейчас, но боится, и, возможно, в связи с этим нуждается в поддержке, но дать эту поддержку можно только, когда человек ее запросит, это другая история. Что можно делать? Я бы спросила, я бы начинала вообще все с вопроса, ну, чего ты хочешь? Если мы говорим о сексуальном взаимодействии, что вот ты говоришь, что нет опыта и страшно вступать в сексуальное взаимодействие, хочешь, пока просто не будем вступать. Ну, или знаешь, может быть, никогда не будем вступать, так тоже может быть. И если представить, что действительно предложить человеку выбор, потому что часто на нас давит такая история, что мы должны что-то, должны вступить в какую-то секс-практику, или вообще должны вступить в сексуальное взаимодействие, если у нас романтические отношения, например. Можно сказать, окей, а что будет, ну, типа, если мы, допустим, мы так договоримся, что мы никогда не вступаем в сексуальные взаимоотношения, никогда не пробуем эту сексуальную практику. Тебе так легче? Вот. Или, например, или человек говорит, нет, не легче, я тогда боюсь, что, например, там, тогда у нас отношение закончится. А закончится ли у нас отношение? Это нужно обсудить. То есть, в целом, это такая бесконечная цепочка вопросов, которая очень по многому будет опираться на два вопроса. Первое, чего ты хочешь, второе, чего ты чувствуешь. И их можно, ну, комбинировать. Типа, нет опыта и страшно. Хорошо, а чего ты хочешь? Хочу не вступать в сексуальное взаимодействие. Не вопрос, пьем чай с тортом. Хочу вступать в сексуальное взаимодействие, но нет опыта и страшно. Окей. А что тогда будем делать? Хочешь, поговорим об этом? Хочешь, поддержу тебя как-то? Хочешь попробовать, но остановимся в тот момент, когда ты скажешь, что тебе не окей? Может быть, ты хочешь, там, ты представляешь, что сексуальное взаимодействие, это обязательно там, когда в тебе рука по локоть, но нет. Это может быть просто там объятие, поцелуи, какие-то ласки снаружи и еще говорение приятных слов при этом. А вот, давай попробуем по-разному, очень аккуратно, можно играть горячо-холодно, ты будешь говорить, типа, вот так, как будто получше, а вот так, нет, так, наверное, не надо пока делать. А вот это здорово, давай-ка поговори мне приятных слов еще и потеши его там вот еще за ушком. И так, типа, потихонечку пробуйте двигаться. Ну, а может, да, если ты так выйдешь, ты сейчас скажешь, слушай, что-то мне ничего не нравится. А тебе совсем ничего не нравится или сейчас ничего не нравится, или мы можем попробовать еще чернигирку, может быть, можем попробовать. И вот так вот потихонечку, в общем, такой это творческий очень процесс длинного-длинного-длинного диалога про что ты хочешь, что ты чувствуешь и что мы можем делать в рамках того, что ты чувствуешь. Ну, еще, конечно, к себе внимательно, типа, а что чувствую я, потому что, возможно, мне в какой-то момент с вами сложно задавать вопросы, и я вот растеряюсь. И тогда скажи мне тоже что-нибудь приятное, пожалуйста, оцени всю коммуникативную работу, которую я делаю. Как воспринимать отказ безболезенную? У меня на канале есть пост про это. Знаете, как его найти? Можно вбить на канале, как этично предлагать секс, и там по этой ссылке, там будет ссылка на статью, и в ней есть ссылки на другие статьи, и там прямо есть, как принимать отказ. Может быть, можно вбить просто на канале, как принимать отказ, я просто не помню, там найдется или нет. Но по запросу, как этично предлагать секс, точно найдется. про как принимать отказ ну это тоже такой сложный процесс, потому что я думаю, что для многих из нас отказ вообще любой, отказ в торте в детстве от мамы или отказ в работе, на которую мы очень хотели попасть или вот отказ, например, в романтических отношениях и сексе, но это небольшая травмочка, это вот то, что называется в психологии страх отвержения и научиться с ней работать исходя из особенностей наших каких-то психологических если прям круто научиться с этим работать то это, конечно, классно учиться с психологом я напомню, что у многих ЛГБТ организаций есть бесплатная психологическая поддержка бесплатно-психологические сервисы для ЛГБТ людей вот там можно сильно прокачиваться но есть вот такой текст на канале, с которого можно начать чтобы немножко так порядок там навести, например а дальше уже идти, например на психологические консультации так спасибо, Ивана, спасибо большое могли бы вы добавить пару слов про еще одну табуэрную тему мастурбации? да, я могу, у меня очень много тоже на канале про мастурбацию разного-разного, только вы скажите в каком направлении что добавить тогда я отвечу и расскажу вот, потому что я могу просто в очень разные в очень разные стороны уйти по теме мастурбации я боюсь, что вдруг это будет не совсем то, про что вы спрашиваете поэтому чуть-чуть сусте вопрос про что именно в плане мастурбации рассказать скажу штуку, которая мне сейчас приходит на ум и которая мне кажется тоже важной как и в сексе, в мастурбации тоже есть ой, а как, мне нужно было выключить демонстрацию экрана я только сейчас не поняла так, меня видно, продолжаю вещать про мастурбацию, мне кажется, что важно что, как и в любой сфере сексуальной в мастурбации тоже есть из-за узости узости освещения темы есть представление о том, как надо например, есть такое массово-культурное представление что люди с вагиной в время мастурбации засовывают себе обязательно в вагину что-то но при этом есть данные разных-разных исследований за последние 60 лет, которые там делались институтом Кинси и потом еще разными исследовательскими группами что люди с вагинами в 10, максимум в 20% случаев в эти вагины что-то во время мастурбации суют большинство людей с вагинами мастурбируют как-то по вульве многие мастурбируют есть определенный стабильный процент людей которые мастурбируют не прикасаясь к клитору потому что еще есть представление о мастурбации что люди что-то делают с головкой клитора нет я мастурбирую, например, отпятку многие мастурбируют, например, трением об подушку или напрягая определенные мышцы или скрещивая ноги и так далее и так далее про всякие мало освещенные способы мастурбации я собирала достаточно много информации разного-разного опыта, и тоже есть на Вендерзине статья, и на канале есть, по-моему, четыре части подборки с разными-разными историей про мастурбацию людей с вагинами, с фульвами, про то, кто как мастурбирует вне каких-то масс-культурных представлений о том, как якобы положено мастурбировать, и там очень интересные истории. Мне запомнилась история, когда человеку нужно было принять определенную позу, заложить правую ногу налево, потому что тогда формировался определенный мышечный зажим, и там в определенном ритме напрягать какие-то там тазовые мышцы, что-то такое. И очень часто это так устроено, как-то несимметрично. Например, я не могу мастурбировать правую пятку, у меня это не до никакого эффекта, но об левую могу, и это работает. Так. Сейчас открыл следующий блок вопросов. Как побороть внутреннюю гомофобию? Слушайте, вы знаете, это такой большой, очень сложный вопрос, поскольку внутренняя гомофобия у нас может быть мотивирована с одной стороны чем-то похожими историями, а с другой стороны со своими какими-то особенностями, возможно, отсылающими к нашему детскому опыту, который тоже в чем-то похож, а в чем-то уникален. Поэтому вот вопросы про внутреннюю гомофобию, мне кажется, это как раз тот случай, когда очень классно ходить к психологам из волгопитарно-организации, во-первых, потому что они действительно очень часто работают с этим вопросом, и у них прям набита рука в том, чтобы с ними разбираться, именно с вашим случаем, помочь разобраться именно с вашим случаем. И еще раз напомню, что в волгопитарно-организациях во многих есть бесплатные психологические сервисы, и это нам с вами очень повезло. Очень желаю вам, чтобы было комфортнее и уютнее, и удавалось разбираться со всякими сложными штуками внутри. Спасибо большое, что пишете хорошие слова. Я заметила, читаю вопрос, я заметила, что когда человек не проявляет заинтересованность партнерки в сексе или же игнорирует пожелания, это не только о сексе. Поэтому этот аспект может показать, ну, в принципе, да, действительно бывает, поскольку, как я уже сказала, мозг это целостная структура, наши какие-то навыки, коммуникативные, рефлексивные, уважение к чужим границам, если мы умеем в сексе, мы часто умеем это и в других сферах жизни, и также если мы не умеем это в сексе, в других сферах жизни, часто бывает, что нам в общем в сексуальной сфере тоже нам это не очень удается. То есть сложно уметь очень быть чутким человеком в сексе, но быть совершенно не чутким, прям вообще, не насколько не чутким в социальной сфере какой-то, в сфере взаимодействия с людьми за пределами спальни и наоборот. Спасибо большое, спасибо большое, мне очень приятно, что вы пишете. Не хочется обсуждать как раз, как бы отзыва нет, а то есть когда человек не дает обратной связи, то есть, например, когда спрашиваешь, как я поняла, когда спрашиваешь, например, как тебе, хорошо ли тебе, а вдруг что-то было не окей, а что-то, может быть, наоборот, понравилось, а человек, ну, что-то, не буду говорить, наверное, про это. Мне кажется, знаете, через что можно заходить, поскольку, конечно, обратная связь в сексуальной жизни, она очень важна, без нее сложно, потому что, например, если я не буду получать от партнерки обратной связи, не буду узнавать, что ей нравится, а что не нравится, я просто рискую оказаться в ситуации насилия, когда я делаю человеку что-то, что человеку не нравится, человек мне об этом не говорит, или не могу узнать, что же человеку нравится, поэтому не могу сделать то, что человеку нравится в следующий раз, потому что человек мне не говорит, что понравилось, и мне не хочется оказаться в такой ситуации. есть такая штука, такой лайфхак, который, в общем, мы меньше чувствуем стеснение, когда мы заботимся о других. Например, многие люди стесняются звонить, или звонить по телефону, или стесняются о чем-то спрашивать незнакомых людей, но если их об этом попросит кто-то, кто-то, например, ребенок, кто-то более слабый, кто-то, кому это сделать сложнее, то часто мы чувствуем себя такими более героическими, и говорим, сейчас для тебя я это сделаю, для себя не могу, для себя очень стесняю по телефону, но ты не справляешься по телефону, сейчас я для тебя сделаю все. Вот. И когда мы помогаем кому-то, люди очень любят вообще кому-то помогать, я думаю, что большинство людей у нас устроены так, какие-то наши механизмы психологические, социальные. Когда человеку предлагается кому-то помочь, человеку иногда легче что-то сделать, чем просто, когда это никак не мотивировано, просто вот сделай. И можно заходить с этой точки зрения, что, слушай, я себя, ну, как-то потеряно чувствую в сексе, и я не очень понимаю, что можно делать, что нельзя, не очень уверенно себя просто чувствую в контакте, когда, например, ну, не знаю, мне не говорят, что что-то понравилось, что я делаю, или не говорят, когда, ну, что-то наоборот, вот лучше так не делать. Помоги мне, пожалуйста, помоги мне, чтобы я тоже могла себя увереннее чувствовать в контакте с собой, мне будет очень помогать, если мне должен сказать, что тебе понравилось, и ты мне очень поможешь, если будешь говорить, что мне нравится наоборот, потому что так я буду чувствовать себя увереннее в своих действиях, потому что иначе я все время чувствую себя неуверенной, сомневаюсь, что вдруг я сейчас что-то делаю, а это не окей, это не подходит, вот. И от этого я себя как-то уязвимо чувствую. В общем, заходить с позиции уязвимости, с позиции запроса помощи, потому что на запрос помощи человек может почувствовать себя увереннее. Мы чувствуем себя увереннее, когда к нам кто-то обращается в позицию уязвимости за помощью. Поэтому, когда человек говорит, что стесняется и страшно, например, дать обратную связь, вот это способ помочь человеку почувствовать себя более уверенно, зайти к человеку с запросом, с позиции уязвимости. Так, новые комментарии смотрю. Если девушке больно при проникновении, но при этом все же бы хотелось пенетрации. Это может быть связано, слушайте, с разными штуками, потому что это бывает даже связано с болячками какими-то. Поэтому можно, ну, если исключили болячки или ходили к гинекологу, сдали все анализы, можно к сексологу еще сходить, потому что, ой, разные случаи бывают. Бывают телесные зажимы какие-то психосоматические тоже, и вот можно с этим так поработать. Если уже был опыт пенетрации, если был позитивный опыт пенетрации, а если пока не было позитивного, ну, если вообще никакого опыта пенетрации не было, я скажу про себя. То есть я всегда вот в визуальных случаях с каким-то конкретным телом лучше, конечно, идти к специалисту, потому что специалист сможет лично глазами увидеть вот это конкретное тело и разобраться. Но просто скажу для примера, что мой первый вагинальный опыт в мою сторону, когда я была принимающей стороной, он был такой, он был очень длинный. Во-первых, мы делали это три месяца, три месяца мы шли вот к какой-то полной пенетрации. То есть сначала это было так где-то очень снаружи, очень сбоку, осторожно, там, краешком пальца. Я такая, нет, нет, все, мне не нравится, не надо, останавливаемся. И так потихонечку, потихонечку, потом в какой-то момент там оказался полный палец внутри, и еще мы искали отверстие в гемене долго. В общем, по-разному бывает. Поэтому если опыт, я действительно самый первый опыт, то можно просто двигаться по чуть-чуть по мере комфорта, чтобы у человека было время расслабиться, была возможность сказать, нет, останавливаемся на сегодня, продолжим через неделю. Вот такая история. Но очень важно, опять же, исключить какие-то болячки, потому что иногда бывает, что какие-то там, например, какой-то воспалительный процесс, небольшой, может быть, даже незаметный, но небольшой воспалительный процесс внутри есть, неподлеченный из-за этого неприятные ощущения. Вот такая история. Скажите, пожалуйста, есть ли еще вопросы? Потому что в списке пока вопросы закончились. Как правильное взаимодействие с партнеркой, которая не хочет близости ввиду ментальных проблем? Это длится уже три месяца. О, это сложно. Слушайте, ну знаете, что это не идти к психологу... Ой, пропала картинка, появилась картинка. Не идти к психологу, это сложно, потому что, знаете, это примерно как человек бы, например, не хотел близости из-за физических проблем со здоровьем, но не собирался бы их лечить. Это право человека, если он распоряжается собственным телом, в том числе какими-то ментальными и психическими аспектами своего тела. Но также ваше право на это как-то реагировать и с этим как-то обходиться, говорить, например, что, слушай, ну вот мне сложно быть в взаимодействии сейчас. Я очень хочу помочь, хочу тебя поддержать, но как будто бы не очень понятно, как это можно сделать, если вот ты не хочешь сейчас как-то там сходить к психологу, к врачу сходить. Что мы будем делать? Потому что там мне становится тяжело и страшно, и, ну, я не понимаю, как мы дальше можем, например, отношения продолжать, а мне бы этого хотелось. Что нам делать? Хочешь, может быть, вместе сходим? Потому что, ну, такая проблема. Потому что отношения двоих – это отношения двоих, и если возникла какая-то проблема, которая, ну, у одного человека есть реакция, но это реакция на действие другого человека, я готова тебя поддержать, я готова тебе помочь, но ты меня поддержи, потому что, ну, не могу же я помочь тебе через силу. Вот, и давай, может быть, сходим вместе. В общем, такая история. Есть ли разная либидо у тебя и у партнерки? Это такая достаточно, в общем, это распространенный вопрос. Решается он разговором, и решается он иногда походом к психологу, тоже совместным, потому что для кого-то, ну, зависит от запроса. Кому-то в каких-то парах помогает, например, если человек, там, с более низким либидо делает массаж, например, человеку с более высоким либидо, и для человека с более высоким либидо, это иногда оказывается такой, ну, хорошей какой-то поддержкой между социальным взаимодействием, каким-то тактильным взаимодействием классным, вот. Кто-то упирается в то, что, ну, например, я знаю пары, которые очень классно живут вместе, но у них открытые отношения, потому что, потому что очень большая разница в либидо, и кому-то, например, секс там практически не нужно, кому-то нужно очень часто, и они договариваются, что им важно быть вместе, что для них важны их классные, крутые отношения, но сексуальную сферу кто-то из них выстраивает отдельно. Я почему-то все время чешуся нос, извините, пожалуйста, я буду что-то так подразкивать на видео, что я все время чешу нос. В общем, такая история про разное либидо. Если вы читаете на английском, ну, или просто гуглопереводчиком, на autostraddle, autostraddle.com, это такой лесбийский портал англоязычный, у них есть очень крутая статья про то, что делать их либидо разным, где они разобрали, по-моему, все возможные способы работы с этим. Она достаточно старая, она какого-то с 2013 года, но более полного материала я на чем до сих пор не видела, то есть все вот эти способы разговора, пробования разных способов интересного взаимодействия, которые могут замещать секс-практики, какие-то актуальные для вас в тот момент, когда вы занимаетесь сексом вместо секса. Потом возможное открывание отношений, то есть когда отношения становятся открытыми, и кто-то из вас уходит в свободные сексуальные контакты за пределами отношений. Это тоже способ, и вот это все можно обсуждать. Как ты узнала о том, что ты полиаморна? Я, кстати, вот с этими терминами, я выстраиваю отношения с этими терминами, потому что я использую термин полиамория, потому что мне кажется, что другого такого подходящего нет, как будто бы. И мне хочется поддержать видимость этого термина, потому что, ну, мне кажется, важно, что вы о нем узнавали. Но в то же время, например, моя текущая ситуация, что у меня последний секс был там типа девять месяцев назад, и тоже романтических отношений никаких с тех пор не было. И честно, я не очень представляю, в какой ситуации они могут сейчас возникнуть. То есть, ну, просто у меня такой образ жизни, что мне сложно это представить. И, возможно, я там еще год без секса проживу. И как будто бы я очень соло, и сложно в такой ситуации говорить о какой-то полиаморности. Но мне, например, сложно инфицировать себя как абсолютно моногамного человека, который вот приклеивается к одной партнерке, и все, и не смотрит по сторонам. Это, кажется, не мой случай. То есть, я знаю из опыта своих каких-то отношений, что мне сложно не смотреть по сторонам, мне сложно не реагировать на знаки внимания, которые ко мне поступают параллельно с основными отношениями. И поэтому, поскольку терминология предлагает два дихотомических таких варианта, типа либо мономорные отношения, либо полиаморные отношения, я такая, ну, кажется, мономорные отношения – это не мой вариант. Возможно, это должно называться полиаморные, возможно, это должно называться как-то по-другому. Но я вам говорю, это говорит человек, который сейчас вообще ни в каких отношениях и не может представить о них отношениях. То есть, я не знаю, как я сейчас, как мне себя идентифицировать. Почему у меня так чешется, но что происходит? Нос, не чешите. Возможно, это какая-то психосоматика. Поможет ли помочь принять из себя и своего тела мастурбаться перед зеркалом? Может помочь. Кому-то может не помочь. А кому-то может помочь. Мне кажется, тут, как со многими вещами, если я не готовлюсь что-то пробовать, и есть подозрение, что это может помочь, потому что иногда идеи про то, что что-то может помочь, они к нам приходят в голову не просто так, то, мне кажется, стоит попробовать. Если вы почувствуете, что вам это как-то прикольно, то здорово. А если вы почувствуете, что вам это не прикольно, ну, вы что-то про себя узнаете и сможете двигаться дальше. А возможно, сможете вернуться к этому через какое-то время, когда снова почувствуете, что это, может быть, стоит попробовать. Вот. Такой тоже творческий процесс. Если есть внутреннее желание при половом контакте сделать девушке кунь, но опыта нет, страшно делать что-то не так, как с этим справиться. Мне кажется, крутой опыт работы со страхом, со стыдом в сексе, это открыто говорить про то, что они есть. Потому что вообще классный способ работы со стыдом, наверное, в любой ситуации, это стыд назвать. В каком-то смысле это... Когда мы стыдимся, мы часто стыдимся осуждения кого-то там, невидимого, кого-то воображаемого. Но поскольку у, наверное, ну, если не у 100% людей, то практически у 100% людей есть опыт переживания, стеснения и стыда, то когда мы сообщаем, и причем еще стыдно часто признаваться в собственном студии, то есть такой стыд за стыд, многослойный пирог, когда мы сообщаем человеку, что мы чего-то стыдимся, очень многих людей, у них в ответственность возникает, о боже, у меня тоже так бывает, у меня тоже бывает, что я сужусь, я эмоционально включаюсь, как мне себя поддержать. Ну, не всегда это выражается таким образом, но часто внутри люди чувствуют нам эмпатию. Когда мы сообщаем о студии, люди часто чувствуют нам эмпатию и чувствуют готовность нам помочь и поддержать. Просто потому что вот так работает человеческая отзывчивость. Поэтому, когда мы говорим о собственном студии, мы о себе классно заботимся, потому что другой человек, скорее всего, уже включает внутри себя вот эти кнопочки помочь, поддержать, сделать приятно. Можно сказать, как можно вас поддержать. Например, говори мне, что тебе нравится, или направляй меня, или говори левее, правее, быстрее, медленнее, повыше, пониже, сделать паузу, ускориться. Вот. Это способ. Еще, кстати, когда мы говорим человеку о своем стыде или стеснении, мы таким образом заботимся о другом человеке и вообще занимаемся практически благотворительностью. Знаете почему? Потому что стыд и стеснение испытывают практически все, но очень многие, я думаю, что большинство, так или иначе, регулярно или очень часто стесняются о своем стыде говорить, стыдятся о своем стеснении говорить. Когда мы показываем людям, что так можно, можно говорить о стеснении, можно говорить о стыде, говорим о том, что, в принципе, в нашем контакте допустимо говорить о стыде. Вот же я тебе говорю о нашем стыде. Мы заботимся о другом человеке. Человек как будто себе внутри может поставить галочку. Ого, о стыде говорить можно? О стыде с этим человеком говорить можно, потому что она не стесняется мне о своем стыде сказать. Значит, я тоже о своем стыде могу сказать, а не прятать его там под семью подушками. Класс. А вот. Мне, в общем, помогает, когда мне нужно сказать про что-то стыдное, держать в голове, что я так не только о себе забочусь, я о другом человеке забочусь, потому что другой человек почувствует себя безопаснее со мной. Потому что когда я проявляю уязвимость, проявляю уязвимость, говорю о своем студии, о своей уязвимости с другим человеком, человек будет со мной безопаснее. А мы все очень нуждаемся в безопасности, мы все очень нуждаемся в безопасности друг с другом, и мы тянемся к тем людям, с которыми чувствуем себя безопаснее. И когда человек предъявляет свою уязвимость, говорит о своем студии, великая вероятность, что я почувствую себя с человеком безопаснее и потянусь к этому человеку, и захочу проводить больше времени с этим человеком, ну, всякое такое. Что делать, если в активной позиции все очень круто, но в пассивной вроде бы ок, однако ничего яркого или чувства круто-круто никогда не возникало. Хотя очень хочется научиться быть в пассивной позиции, полностью открыто получать кайф. Я бы разбиралась, чего именно хочется. Я немножко единственная, я предложу другую терминологию, мне очень нравится, когда говорят принимающая ведущая роль, потому что тогда, ну, люди, которые в пассивной позиции, они не... Потому что вообще любая позиция в сексе, она активная, потому что люди, ну, в общем, только если они прямо там не в полной отключке, но с людьми в полной отключке мы сексом не занимаемся, то они так или иначе, они активно участники сексуального процесса, просто они могут быть в принимающей роли, могут быть в ведущей роли. Мне кажется, что неготовность быть в принимающей роли иногда она связана с тем, что нам она просто не подходит, просто по нашей конституции какой-то психологической. Потому что бывают люди, которые, например, социально очень активны, им сложно, ну, они такие, например, такие ведущие, прям такие бульдозеры, им сложно, например, ну, просто сидеть там на месте и выполнять монотонную работу. Просто потому что не психическая конституция другая. И так же бывает в сексе, что такая конституция у человека, что сложно быть в принимающей роли. Но если чего-то хочется в этой принимающей роли, например, сложно довериться или сложно расслабиться или сложно поверить, что меня будут хотеть, я буду желанной, если я буду просто лежать и получать удовольствие, а не работать в шесть рук со всех сторон, а буду просто наслаждаться, то это уже другая история. И тут бы я разобралась, с одной стороны, чего именно хочется от принимающей роли, то есть, чего я там хочу? Почувствовать себя, просто расслабиться и поиметь возможность не фигачить, а просто лежать и получать удовольствие, например. Или получить какой-то новый опыт, ну, тогда чего я жду от этого опыта, а правда, выцелим мои ожидания, потому что, да, у меня есть какие-то ожидания от этого опыта, но этот опыт, к сожалению, для меня не может оправдать эти ожидания, потому что вот он у меня так вот работает. Или я, то есть, разобраться, чего я хочу, какие у меня ожидания от этого принимающего опыта. Возможно, потому что их можно закрыть другим способом. Возможно, у меня действительно подходит принимающая роль, но я могу эти желания удовлетворить другим каким-то способом, каким-то. А другая история, это про то, что мне мешает, что мне мешает получить удовольствие. Возможно, я не могу расслабиться. Возможно, я не чувствую доверия достаточного. Возможно, я чувствую себя слишком уязвима, и мне вообще не прикольно. Нет задачи прокачать свою уязвимость там до самого просто вот досюда, еще вот досюда. Есть задача получать кайф здесь и сейчас. И можно все это исследовать. Исследовать, потому что свою сексуальность очень интересна. Но в той мере и в том темпе, в котором это комфортно. Потому что иногда вещи какие-то невозможно узнать про себя или прокачать в себе быстрее, чем это возможно. А иногда какие-то вещи, они просто не про меня. И я могу это поизучать такая, ну, вот так вот я примерно вот это поняла, вот это поняла. Ну, так вот, наверное, мне не очень прикольно. Вот так мне прикольно там, не знаю, раз в месяц. А так мне что-то, ну, понятно, но как будто не мое. А еще это может меняться от партнерки в партнерки. И от периода жизни к периоду жизни. И может поменяться через 10 лет. Вот такая история. Короче, задавать себе такие вопросы, исследовать. Как ты поступаешь, если ситуация для тебя была просто секс, а у человека появилась романтическая вовлеченность. Лучше договариваться сразу. Если человек настроен на одно, а эффект получается другой. Мне кажется, договариваться сразу очень классно. Но при этом на практике это не всегда возможно. Я мечтаю, конечно, сейчас будут мои теоретические размышления. Я мечтаю, чтобы было так, что если люди о чем-то не договорились, то они о чем-то и не договорились. Если, например, мы не договорились, что наш секс автоматически приведет к отношениям, или нашим сексом автоматически поставит отношения, мы начнем встречаться, то как бы мы об этом не договорились. Если мы позанимались сексом, то мы можем дальше, ну, например, сесть и оговорить это. Если, например, кто-то знает, что хочет приложить отношения, вот мы обсудим, хотим ли мы эти отношения, какие у нас ожидания от этих отношений, кто-то себя чувствует в отношениях, как мы будем это пробовать, ну, что-то такое. Но, к сожалению, часто работает так, что есть такой культурный паттерн, что если люди не позанимались сексом, у них должны начаться отношения, как будто бы. Это, конечно, ну, он странный, как и многие какие-то культурные и социальные установки, но он почему-то есть. И действительно бывает очень неловко из него вылезать, потому что человек наутро говорит, ну что, теперь мы встречаемся? А ты такая, ну, мы же просто позанимались сексом. Вот, и тут, конечно, очень жалко нас всех, потому что все мы являемся жертвами каких-то стереотипов в большей или меньшей степени. Можно поговорить и все обсудить, что для меня вот то, что мы позанимались сексом, для меня это не значило просто то, что мы позанимались сексом. А все остальное уже дальше можно обсуждать. Но не факт, что я на что-то соглашусь, и не факт, что ты на что-то согласишься. Потому что, возможно, я соглашусь с тобой в отношениях, но для меня отношения это означает одно, и, возможно, ты вообще не будешь на это согласна. А для тебя отношения означают другое, и я тоже не буду на это согласна. Вот так вот. В любом случае, когда нам предъявляют какие-то ожидания в отношении нас, на которые мы не подписывались, и которые такие не являются прям какими-то этическими столпами, что, ну, например, если мы... Ну, например, есть этический столб, что если мы занимаемся сексом, то мы соблюдаем принцип согласия. Если кто-то, ну, не соблюдаем принцип согласия в сексе, то это, ну, прям сильно нехорошо. Но нет этического столба, что если мы занимаемся сексом, то мы должны обязательно после этого жениться и планируешь 6 детей. Нет. Но у кого-то может быть такая установка. Это окей, что у кого-то есть какая-то установка, но давайте поговорим, ну, спокойно, вне вот этих каких-то ожиданий нахлобучек. В общем, такая история. Вы имеете право выпиливаться из контакта, но если у вас есть моральные силы, можно поговорить с человеком, обсудить всякое про ожидания. Такая история. А, вы меня спрашиваете, как я поступаю. Ну, наверное... Наверное, это зависит. Наверное, в течение жизни было по-разному. Наверное, все, что я сказала выше, это вот описывает какой-то спектр моих реакций. Ну, были ситуации, конечно, когда я просто... У меня не было сил на ведение какой-то коммуникации. И типа, ну и все. Ну вот, не могу я общаться. Нет у меня сил. Не то у меня сейчас ментальное здоровье. Но когда есть сил побольше, давай поговорим, давай обсудим. У тебя такое ожидание. Но у меня вот нет на это ресурса. Слушай, к сожалению, сейчас вот я не про это. Мне жаль, что у тебя было такое ожидание. Возможно, нам стоило проговорить это заранее. Возможно, мой косяк, что мы не проговорили это заранее. Иногда у меня бывали ситуации, когда хватало ресурсов у всех все проговорить заранее до секса. и обстоятельства к этому располагало. Бывали ситуации, когда обстоятельства к этому не располагало и случался секс, а потом выяснялось, что были какие-то ожидания. Вот. По-разному в жизни бывает. Проговорить лучше заранее, чем не проговорить. Всегда ли это возможно? Возможно, что не всегда. Та-дам! Спасибо большое. Спасибо большое. Ну что же, мы классно все поотвечали. Сейчас я еще перепроверю, потому что Максим меня дублировал какие-то вопросы. Про куни, про мастурбацию, про полиомарию. Слушайте, вроде как на все вопросы уже ответила. Вообще класс. А к ним вроде бы на все уже. Да. Поэтому давайте финальное пожелание нашим телезрительницам, телезрителям. И пожелаем хорошего дня. О, класс. Ребята, спасибо большое, что пришли. Мне очень сильно приятно вообще. Я так рада. Спасибо большое, что позвали на Киевпроект. Я очень давно прямо хотела. Я очень рада, что все сложилось. Желаю вам... А я не знаю, на самом деле, всегда чего желать. Желаю, чтобы было уютненько в сердечке. Вот. И чтобы находились всякие инструменты и ресурсы для того, чтобы это уютненько себе организовывать. Вот. И желаю, чтобы находилась поддержка извне, и еще ресурсы запрашивать, эту поддержку, когда она нужна. Вот. Этого прям всей душой желаю поддержки, ресурсов. Супер, класс. Спасибо вам огромное за такой материал. И будем рады вас видеть, возможно, на прайде, когда он будет. Вот. Поэтому всего хорошего и спасибо вам еще раз. Спасибо огромное. Все хорошо. Пока. Пока.